Пока еще школьники, но уже скоро станут студентами. Среди них есть те, кто отправится на учебу в ведущие вузы страны. Но многие из них поступят в Бийский технологический институт, с которым активно сотрудничает фонд Андрея Мельниченко. Его главной задачей является создание необходимых условий для развития талантов в регионах. У одаренной молодежи есть все возможности, чтобы не только закрепить, но и расширить уровень базовых знаний по таким предметам, как физика, химия, математика, программирование, астрономия и биотехнология. Я получила очень много полезных знаний и очень благодарна создателям этого фонда за такую возможность получения детьми бесплатных, главное, знаний, которые очень пригодятся в жизни. И также при поступлении, при подготовке к экзаменам. В этом году в центре наследники Ползунова свое обучение заканчивают 18 человек. Они занимались по разным направлениям. Кто-то прошел полный трехгодичный курс с момента основания центра, кто-то присоединился чуть позже. Однако все они активно работали и осваивали науку и инженерно-техническое творчество. Самый главный приз, который сегодня получат ребята, это сертификат выпускника центра, который свидетельствует о том, что фонд Андрея Миличенко не оставляет их. У фонда есть стипендиальная программа для студентов. В частности, те, кто поступит к нам в Бийский технологический институт, гарантированно будут получать стипендию от фонда в размере 8 тысяч рублей ежемесячно. Ученики центра регулярно участвуют в олимпиадах, причем не только регионального, но и российского, и даже международного уровней. Занимают там призовые места. Именно в такой перспективной молодежи сегодня заинтересованы бийские предприятия, отвечающие за жизнеобеспечение города. Отрасль сама по себе развиваться не может. То, что было придумано десятилетия назад, это сейчас уже становится неактуальным. Нам нужны светлые мысли, светлые головы, светлые смелые идеи, которые помогли бы делать прорывные проекты на развитие и генерирующего оборудования, и теплостевого хозяйства, и всех сфер деятельности энергетики. Несмотря на то, что в центре наследники Ползунова состоялся выпуск, работа продолжается. Уже сейчас проходит набор, и можно подать заявление. Их будут принимать почти до конца лета. Вступительные экзамены состоятся в конце августа.